Всем привет, это Артём. Я начинающий веб-дизайнер, который сейчас обучается в онлайн-школе. На данный момент у нас каникулы, а это значит, что я обучаюсь в школе уже три месяца. В период с момента, когда я записал последнее видео, прошло уже немало времени, однако материала, которым я мог бы с вами поделиться, не так уж прям много. Однако он есть, и сейчас я вам расскажу, что я делал всё это время, какие навыки получил и что было интересного. Во-первых, объясню, почему не так много материала, которым я мог бы поделиться. Во-первых, потому что основная часть трёхмесячного обучения оставляет база, теория и так далее. Об этом я говорил в предыдущем видео. За период этот мы изучали типографику, цветы, работу с контентом, модульные сетки, адаптивность и так далее. Это в основном всё базовые штуки, которые нужно просто знать и применять в дальнейшем в работе, ну, так сказать, насмотренность свою прокачивать. Всё это мы делали. Также есть работы, которые мы выполняли, соответственно, по окончанию данных модулей. Сейчас я вам все их покажу. В дальнейшем мы начали изучать погружение в UX. UX – это исследовательская тема, на основе которой веб-дизайнер делает в дальнейшем сайты для людей, для заказчиков. То есть это исследование рынка, потребителей, какое у них поведение, какие проблемные точки, какие нюансы нужно учитывать и так далее, чтобы ваш сайт был успешным. Но такая тема UX в моей профессии, которую я выбрал, именно веб-дизайнер, она затрагивается очень поверхностно. То есть, по сути, я узнал, что это такое, примерно просто прикоснулся к этому и на этом всё. Потому что моя специальность, она больше на визуал, то есть на прокачивание скиллов в визуальном плане и так далее. Ну и, соответственно, после UX мы затонули глобальную тему, которая называется «Блендер». Да, моделирование в «Блендере». На самом деле, насчёт «Блендера» нужен отдельный видос. Я вам расскажу все свои боли и покажу, как я начинал свой тернистый путь в этом чудесном редакторе. На самом деле, редактор очень крутой, просто руки у кого-то из. Итак, начну я сразу с темы цвета и работы с контентом. Мы изучали, естественно, типографику, какие бывают цвета, сочетания, схемы цветов и так далее. Всё это, на самом деле, базовые темы каждого дизайнера, которые знают все, кто сталкивался с ними. Даже если вы работали просто в фотошопе, что-то там фотошопили. Значит, у нас было задание сделать сайт недвижимости. Вот такой вот сайт недвижимости у меня получился. Это вот оригинальный, естественно, сайт, который я делал под цветовую палитру, которая мне нравилась, под какие-то обработочки, там, кустики и прочее, прочее. То есть, вот такой вот сайт получился. Там тролливали, немножко информации, какой-то ноу-хау у меня пришёл в голове сделать вот с такой рамкой видео. Это, конечно же, сделать, по-моему, невозможно, насколько я знаю. Но почему нет, в макете сделать по приколу. Почему нет? Вот, сделал. Ну, естественно, нужно было вложиться в какую-то цветовую палитру, чтобы всё хорошо читалось, чтобы весь UI-кит был укомплектован в сайте и нигде не отклонялся от нормы, которая и должна быть. Вот. Вот такой вот получился сайт, естественно. Далее, такая в качестве тренировочки, я сделал ещё три цветовые палитры данного же сайта. Они не то, чтобы супер сюда подходят, потому что я, как бы, делал именно вот в такой палитре. И вот именно так он и должен восприниматься никак иначе. Но задание было такое, чтобы сделать ещё тот же сайт, то есть как-то какую-то гибкость применить. Ну, собственно, я применил. Вот комплементарная схема оформления сайта. То есть это просто, допустим, синий и жёлтый. Это два контрастных цвета, которые сочетаются. Тут синий, тут жёлтый, естественно. Текст белый на синим, тёмный. Жёлтый с фоточками, с элементами. Ну и так далее. То есть элементики всякие и прочее. Здесь аналоговая. По сути, аналоговая это и есть вот это вот то, что я делал. Только у меня она получилась какая-то гибридная больше. А здесь чисто аналоговая. То есть синий, зелёный. И используются противоположные цвета. Вот. Из палитры. Здесь тоже достаточно интересная такая идейка с всякими кругами. Бабл какая-то штука такая получилась. Хубабубная. Вот. Ну и трава тоже сочетается. Всегда идёт поддержание гармоничности данного произведения сайта. Зелёная, зелёная, зелёная. Синяя, голубая, синяя. Ну и совсем простая и какая-то странная, наверное, более странная, чем остальные. Это монохромная. То есть всё одного цвета и одних и тех же оттенков примерно. Вот она вот такая получилась. Здесь на самом деле можно было сделать фотки обычные. Не затемнять их. Точнее, не делать их полупрозрачными. Вот. Чтобы они не пропадали. Вот. Всё-таки хоть какой-то акцент бы был. Вот. Ну и видео тоже, в принципе, когда миниатюра вот эта здесь будет. Она тоже, в принципе, задает какой-то небольшой акцент. А так пока вот в таком варианте оно смотрится как-то странно. Но всё это в любом случае просто тренировка. Как вариант, в принципе, неплохо потренироваться. Именно сделать какой-то сайт, который вы и так уже сделали в других цветовых композициях. Потому что в работе, в работе с клиентом нужно всегда предоставлять разные варианты ваших решений. Возможно, понравится клиенту вообще то, что вам не нравится в принципе. А это будет для него как раз то самое решение, которое он искал. Так бывает, на самом деле, очень часто. Ну, естественно, да, тут вот он, UIKit этого сайта, который, так сказать, создал макет этого сайта. То есть здесь все виды шрифтов. Какой шрифт, какое надписание, какое значение по масштабу оно имеет. Как оно написано там строчными или всё капсом. Ну и какая есть разрядка между буквами. Ну и между строчками тоже. Вот это всё UIKit, в принципе, помогает не только вам в дальнейшем ориентироваться, да, не делать ошибок в своём же проекте. Но также и передавать дальнейшем проект другим дизайнерам или разработчикам сайта уже, который будет верстать его и так далее. Всё это, опять же, для дизайнера база, которая само собой разумеется. Благодаря данному этапу можно понять, как работать с цветовыми схемами, с цветом в принципе в проектах и так далее. Ну и также очень важная тема – это как раз таки UIKit, которого вы должны придерживаться всегда при работе. Об этом не стоит забывать, это очень важная штука. И если вы будете работать в команде или с какими-то проектами, которые потребуются, передавая другим ещё специалистам, ваш UIKit должен быть чётким и не выбиваться из того, какой он у вас был уже до этого. Не отличаться никак. Это хороший тон, это, в принципе, профессиональность в работе. Это, на самом деле, мне помогло понять, что такая вообще веха существует и что оно работает именно так, и её нужно соблюдать. Такой вот был один из заключительных этапов теоретических знаний, которые мы получили. Финальным самым будет это UX-сайта, о котором я говорил в начале. И сейчас я покажу, как примерно UX-сайта мы себе представили. И немножко кринжово всё это выглядит, но давайте посмотрим. Вот, собственно, что мы делали, изучая данную тему. Это небольшая модель UX-исследования. Соответственно, на основе того, что мы, допустим, разрабатываем какой-то сайт, допустим, сайт ресторана. О чём будет ваш ресторан? То есть мы делаем такую визитную карточку того, шаблон того, каким запросом и каким вопросом будет отвечать сайт. А в дальнейшем можно сделать, допустим, карточку, либо портрет персоны, да, человек, который, допустим, вот ваш клиент, который вы хотите видеть, целевой клиент вашего сайта. Либо можно сделать портрет группы людей, которые заинтересованы в сайте, в данном ресторане и так далее. Я сделал портрет персоны, естественно, здесь. Всё это, конечно, было достаточно странно, потому что всё это мы выдумывали сами на ходу. То есть там, ну ими, фамилии, это ещё ладно. А тут такие пункты, как цели, цитаты, бэкграунд, типа история какая-то, да, мотивации, боли клиента, ну и так далее. С чего заходит человек, какие скиллы у него есть, какие браузеры им пользуются и какие каналы и так далее. Небольшая информация и в таком духе вся информация. Для чего это нужно? Как я понял, то есть это такой портрет человека или группы человек, который будет целевой аудиторией вашей. И сайт, который вы планируете делать, должен соответствовать этим запросам, выполнять и вот эти вот боли, все решать клиента, которые у него есть, благодаря вашему сайту. Далее, когда вы разобрались, да, там уже исследование какое-то провели, всё это должно делаться, разумеется, по-настоящему. То есть для этого там делаются, собираются какие-то группы людей, которые проводят исследования. За это платятся огромные деньги. Но мы этого и как бы особо-то не касаемся. Это всё больше о компаниях, каких-то агентствах, которые уже работают вплотную, да, на какими-то проектами большими. Поэтому мы это касаемся просто типа, ну вот оно такое есть, об этом стоит знать. Ну и в целом, конечно, касаться этого будем на практике, всегда будем этого касаться, но сами исследования у нас, по сути, больше формальные, чем настоящие. Однако и вы, конечно, можно провести и по-настоящему, если углубиться в тему, а тема далека, конечно, от веб-дизайна самого. Но это как раз-таки вот уже UX, в большей степени именно как исследование рынка, исследование клиентов, их поведение, их цели, мотивации и так далее. Вот. Сейчас на помощь дизайнерам пришли такие штуки, как нейросети. Благодаря ним, на самом деле, можно ставить полноценную картину UX-исследования. То есть, в принципе, она справляется с этим очень даже неплохо, по крайней мере, в некоторых аспектах. В том же чат GPT можно составить список каких-то вопросов, задать цель для данной нейросети. Она, в принципе, очень даже неплохо справится. И на основе этого вполне можно построить хороший сайт, который будет удовлетворять всех клиентов. Вот так вот. Такие дела. А пока что, да, я познакомлю вас с такой штукой, как информационная структура сайта. Это, в принципе, макет текстовый того, как там ваш сайт будет делиться, какие есть основные категории, куда там будет все это вести, какая кнопка куда пойдет, типа на что перенаправит. В принципе, это больше как-то тоже для клиента, наверное, да, который будет заказывать ваш сайт, чтобы они, в принципе, понимали архитектуру и структуру вашего сайта. Что там вообще, типа, будет, какие кнопки и прочее. Вот. Вы же строите также это, в принципе, для себя, чтобы не забыть, чтобы потом там набросать какой-то пунктик. Ага, узнали какую-то информацию, там, не знаю, из исследований получили ее или вам дали информацию заказчики важную. И вы добавляете сюда какой-нибудь пункт, там, в меню ресторана добавляется какой-нибудь пункт, еще там, французская, не знаю, русская кухня. Потому что добавляется русская кулинария. И вот, пельмени там и прочее. Вы добавляете, естественно, тоже. И дальше архитектура сайта ваша уже меняется. В общем, это полная карта. Ну, это не полная карта, но в целом, таким образом, строится карта шагов, которые предпримет клиент, зайдя на сайт. Вот. То есть, можно все проследить, куда он нажмет, что произойдет в момент действия. Да, тут и несколько категорий имеется в UX, в таком исследовании. Один из них, это Job Stories. То есть, опять же, просто болевые точки, которые мы решаем. Когда у меня есть свободное время, это, допустим, говорит клиент, я хочу проводить его с своей семьей вместе, которая будет проходить к каждому члену семьи, чтобы все были довольны и не присутствовать разве время на дополнительные походы. То есть, этому клиенту нужно ответить на вот такое три у таких слова. Когда я хочу, чтобы. И мы тогда понимаем точно цель данного сайта. Ну, если не точно, то просто точнее. Ну, и так далее. То есть, может, в принципе, там таких Job Stories быть очень много. На основе них можно какую-то идею для себя реализовать в дальнейшем. Ну, и User Flow, это, опять же, тоже почти то же самое, что и информационная структура сайта, только здесь пошаговая структура того, что происходит шаг за шагом, когда заходит клиент на сайт. Вот, грубо говоря, там такое User Flow с сайта ресторана. То, что вы заходите, в принципе, на какой-то сайт там с продуктами, с едой, чтобы заказать еду, посмотреть кухню, да, посмотреть, выбрать еду, положить в корзину, оплатить, ну и дождаться доставки. В принципе, User Flow на этом заканчивается, такого сайта. Ну, и, конечно, оно будет более глубоким, отталкиваясь от того, насколько глубокий будет сайт. На самом деле, с User Flow и UX сайта все. То есть, мы коснулись этой темы достаточно поверхностно, придумали всю информацию, опять же, тоже сами. Сразу объясню про плюсы и минусы. В данном случае моей профессии веб-дизайнера мы касаемся этого очень поверхностно. И минусом вот этой темы, которую я изучал, я вынес то, что нам не дали никаких реальных инструментов, благодаря которым мы могли бы это исследование проводить. То есть, да, мы изучили, какими инструментами пользуется веб-дизайнер, чтобы такие структуры просто создавать, когда уже у него есть исследование на руках, которое я только что вам показывал. Да, там вот сайты, на которых это все строится. Это не я делал эти квадратики, рисовал вручную. Это просто все сбивается на сайте, и ты там передвигаешь их, чтобы было все красиво и понятно. Да, это инструменты, которые можно уже в дальнейшем передавать клиенту. Но как проводить такое исследование, откуда брать эту информацию, вообще непонятно от слова совсем. Опять же, благодаря тому, что я изучаю тему не только в онлайн-школе, но и самостоятельно, я знаю, что есть такая маза, так сказать, использовать нейросеть. Но это не всегда будет работать. И некоторые темы нужно исследовать самостоятельно, потому что они очень специфичны. Но, к сожалению, навыков такого исследования мы не получили. Но я не могу на это особо сильно жаловаться, потому что я сам выбрал именно направление веб-дизайна, потому что я люблю визуальную часть разработки. Вот, поэтому UX мы не особо коснулись. Но всегда можно изучить это все самостоятельно. Правда, я изучал это и самостоятельно, даже читая книги. И, в общем-то, это ничего не дает. Все исследование, о котором рассказывается, делается компаниями. Вот, если ты фрилансер, как проводить такое исследование, пока что я не знаю. И вот, я подошел к теме великой и ужасной программы Blender. У меня всегда были достаточно такие холодные отношения с 3D. И мне никогда не удавалось делать какие-то 3D-модели в Sims 2, Sims 3, персонажей и так далее. У меня всегда в какой-то части объекта выходила какая-то кривота. Я абсолютно не понимал, почему у меня плоскости едут куда-то туда, куда они не должны ехать вообще. Вот, по этой причине, наверное, я, в принципе, в такие игры никогда не играл. И никогда персонажей не моделировал. Даже в редакторе, как бы, в готовом уже. Потому что у меня ничего не получалось. Вот, возможно, это моя какая-то проблема. Возможно, мне нужен был просто опыт, чтобы понять, как все это работает. Ну, с таким багажом, который у меня был, я приступил к изучению программы Blender. Для меня это была очень страшная программа. Когда я зашел в нее и начал обучаться основам основ, какие кнопки для чего нужны и какие вкладочки для чего находятся в этой программе, мой мозг не то, что взорвался, он офигел максимально от того, насколько непривычно управление в этой программе, насколько мои знания по предыдущим графическим редакторам здесь не нужны и никак абсолютно не применяются. Никакие сочетания клавиш, ни горячих, ни холодных, ничего не работает. Абсолютно все по-другому. Здесь совершенно другая вселенная, которая работает по своим законам. Это отдельный мир, который нужно изучать заново. Что я и начал делать по моему обучению. Поначалу у меня получалось супер плохо. Настолько плохо, что сейчас я уже смотрю и думаю, вот это, да, как можно было здесь ошибаться и не понимать. Но, как обычно, это бывает в начале. Это супер смешно и нелепо. Сейчас я покажу вам первые работы, в которых я тыкался-пыкался самостоятельно, чтобы сделать первые домашние работы. Это очень простые примитивы, композиции, так сказать, которые мы создали по трем разным темам. Динамика, статика и контраст. Я начну со статики, потому что это было первым, что я сделал. Я выбрал такую композицию, как бы статика, дома, которые всегда неподвижно стоят, на них ничего не действует. Небоскребы, булыжники. В принципе, да, здесь ничего особо сложного. Просто домики, там крыши. Что-то я там выдавливал, какие-то структуры я там что-то делал, питался. Из простых совершенно инструментов. Вот. Вот это прикольный небоскреб получился такой, со шпилем каким-то. Здесь я поставил камеру вот так, то есть композиция вот такая должна была быть. Но у меня был очень классный ментор, который все это проверял и давал мне очень классные фидбэки. Он все это поправил, как это сделать было бы лучше. Здесь создаются наклонные все-таки линии с такого ракурса. И, по сути, чтобы было так, как надо, нужно сделать было вот как-то так. Ну, естественно, такая вот небольшая композиция по теме статика. Это было первое, что я сделал, в принципе. В общем, кринжовая кринжа. Поехали лучше дальше. Дальше поинтереснее все-таки. Так, надо ничего сохранять. Дальше давайте посмотрим динамичность. Вот здесь уже поприкольная штука. Композиция уже выглядит вот так. Давайте попробуем ее зарендерить. Ну, опять же, абстрактные такие примитивы, да, благодаря которым понятно, что здесь все в динамике происходит. Как будто какое-то движение, много кривых линий. Опять же, все очень просто. Вот, все выглядит вот так. Просто квадратики какие-то, кружочечки, какие-то прямоугольнички. Все супер просто. Тут же я учился давать уже цвет предметам. Вот. Ну, такая вот тема. Меня похвалили, в принципе, сказали, очень классные задумки, классно реализованы. Вот. Вот это, в принципе, тоже сильно неплохо сделано, но не сказал бы, что стоит за что-то здесь хвалить. Да, неплохо, на первых парах, наверное, сойдет. Вот. Ну, и последняя из таких примитивных работ, это работа по контрасту. Здесь вот так вот. Из-за цвета мне эта работа нравится, потому что все такое прям реально контрастное и действительно яркое, что такое необычное получилось. Вот. Здесь контраст и по форме, и по цвету. Получился тоже, опять же, меня тоже похвалили за это. Вот. Опять же, простенько, но здесь я уже как-то более уверенно, как будто все начал делать. Чуть-чуть, буквально потыкавшись в программе. Вот такая композиция и получилась. Посмотрите, что в рендере там. Ну, вот как-то так. Тени только какие-то некрасивые. Наверное, это можно через Cycles зарендерить, и будет очень все хорошо. Чтобы вы понимали, насколько тяжко мне приходилось, я вот покажу вам несколько видосов, которые я записывал для менторов, которые мне помогали, там, с вопросами. Собственно, вот я выбирал фигуру, у меня пропадало выделение. То есть я не мог ничего выделять. Я пытался вот показывать, выделяю, ничего не выделяется, ничего не работает. И таких вот, на самом деле, моментов было просто уйма. Я буквально сталкивался с такими тупиками, которые никак не решаются на данном этапе, когда я там все это делал. Ну, буквально каждый шаг, каждый шаг я приходил в тупик. Просто сделать его так, я делаю, не получается ничего. И у меня так горело с этого, я просто не мог. Так, на один видос какой-то в несколько минут мне ходили целые часы жизни, целые часы работы над тем, что делается за минуты, за секунды даже, возможно. Ну, вот здесь я тоже показываю, да. Ничего не выделяется, ничего не получается. Приходится гуглить, пробовать самому тыкаться во все эти кнопки. А кнопок и функций здесь не то, что много. Много это, мягко сказано, их тут просто миллиард. Вот еще один видос, опять же, тоже вроде все, я уже разобрался, да. Сделал уже даже топор с какими-то каемочками, там, с пеньком. Но вот так. Ну, вот что происходит с проектом. Если я хочу его воткнуть в пенек, то все разъединяется и поворачивается только по своей оси. Да, каждый объект нужно двигать по своей оси. Есть множество функций, по каким осям можно двигать. Одновременно, неодовременно, раздельно, нераздельно. От этого просто меняется сознание, взрывается голова максимально. Множество функций, для каждой функции свои подфункции. Для каждого движения есть свои сочетания клавиш. Для каждого слияния каких-то действий. Эта комбинация клавиш уже будет другая. Я горел, как никогда. Но, как бы там ни было, все закончилось вот таким вот проектом, который я делал около 15-18 часов реального времени. Три дня. Вот такая вот штучка, дрючка, вот такое кафе. Со светом выставленным правильно, которым нас учили. Неоновые таблички, надписи, окна горящие, фонарики, столики, стульчики и прочее. А именно там всякие бокалы, коробки и прочее. Все это создавалось с нуля. Моими ручками вот этими, этими ручками. Вот это все создалось. Я эту композицию делал по уроку, по ютубу. И тем не менее, все равно, что очень много времени. Вот это я уже добавил самостоятельно недавно. Чисто от балды, чтобы было. Потому что работу, которую я скинул до этого. То есть вот это, да? Вот это результат без вот этого домика, допустим. Вот так покажу. Сначала я сделал такую работу, без некоторых эффектов. А, я могу показать вам. Вот такое вот получилось изначально. Вот. Вот такой результат. Здесь, как вы видите, нет нескольких некоторых эффектов. Там луж, текстуры на полу, на земле. Само здание не такое мокрое. Свет не так ярко светит, потому что нет эффекта блум. Вот. А потом все исправилось вот в это. То есть здесь уже и блум так светит достаточно приятно, поярче. Более рассеянный такой свет. И текстурка здесь уже на здании тоже, да? Дождливая такая, мокрая. Вот сами лужи тоже процедурно сгенерированные в блендере. Вот. Ну и сама текстура земли тоже. Вот такая вот композиция получается по итогу. Очень классная. Я мега был доволен, когда я ее сделал. Вот меня также похвалили за то, что я аккуратно моделирую. Что все здорово сделано. Классненько, динамичненько. И все красивенько. Вот. Мне тоже очень понравилась композиция. Понравилось ее моделить, реализовывать. Хоть и было поначалу очень уныло и очень скучно, потому что каждую деталь создавать с нуля, это трэш. Вот. Но когда уже рука набита, когда вы создали таких деталей вручную, там, десятки уже и сотни, то все становится не так печально, не так скучно. Вы уже понимаете, как быстро сделать ту или иную вещь. Ваш процесс работы очень сильно урезается уже по времени. Ну и, естественно, то... Ну и, конечно же, очень приятно видеть результат своей работы, да, когда он вот такой вот. И ты можешь что-то посмотреть, и поиграться со светом, там, посмотреть отражение и прочее, и прочее. Ну, в общем-то, супер, супер, пупер. Мне очень нравится именно, какой результат дает данная программа. Это нивелирует все сложности, все трудности, которые приходится проходить в ее изучении. Вот таким образом, вкратце, прошли последние полтора месяца обучения в школе. Много знаний я получил теоретических. Также Blender – это тоже, в принципе, прикладная наука, прикладная программа, которая не особо-то прям обязательно в изучении. Потому что можно, в принципе, обойтись и без нее, на самом деле, в веб-дизайне. Однако, знания эти очень полезные. Без школы я бы вряд ли когда-то решился начать изучать Blender. У меня давно чесались руки, но я всегда боялся притронуться к ней, всегда откладывал на потом, не видел смысла начинать новое изучение. А здесь мне, так сказать, пришлось, и я, в принципе, очень даже рад, что переосилил себя. Мне понравилось узнавать эту программу, понравился результат, который я получаю. И, конечно же, я теперь буду дальше изучать программу, дальше совершенствоваться, ну и также внедрять это в свою работу, в 3D какие-то модельки вставлять в сайт и прочее. Это сейчас очень модно. Как я уже говорил, у меня сейчас идут каникулы длиной в одну неделю, а дальше у нас начинается уже более глубокое погружение в веб-дизайн, создание промо-сайтов и так далее, интенсивы и прочее. Это будет уже прямое профильное изучение темы с практикой, выполнением портфолио, поиском работы, выполнением реальных заданий и так далее и тому подобное. Это будет сложный и достаточно емкий период. Надеюсь, я смогу записывать ролики так же, как я это делал и последние 3 месяца хотя бы. Ну а пока что на этом все. Я надеюсь, вам понравилось смотреть. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. А пока можете подписаться, поставить лайк. Всем пока, увидимся.